Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Продолжаем свою обшивную серию рецептов при различных проблемах с поджелудочной железой. Как правило, это хронический панкреатит, но не только. И только у меня на канале собрано уже большое количество подобных рецептов. Все эти рецепты вы можете найти по ссылочке в описании. Там есть специальный плейлист, перейдите в него, сохраните у себя на канале. И постепенно работайте, используя 2-3 различных рецепта не менее 3 недель. Все то же самое можно делать и с этим рецептом. Также этот рецепт является отличной профилактикой, а также оздоравливает поджелудочную железу. Можно его несколько раз в году применять даже обычному человеку. Он оздоравливает не только поджелудочную, а также весь желудочно-кишечный тракт. Покупаем качественное молоко. Желательно использовать сельское молоко, а не то, что вы покупаете в пакетах. Далее, покупаем настойку прополиса. Конечно же желательно сделать эту настойку собственноручно, то есть использовать качественный прополис. Это очень важно. Которую вы купите у проверенных пасечников. Тогда эта настойка будет работать гарантированно 100%. Аптечная же настойка. Будем надеяться, что она качественная. Как правильно со всем этим работать? Подогреваем молоко 200 мл до теплого состояния. Можно даже его закипятить и немного остудить. Примерно до 40 градусов. Далее, начинаем 3 раза в день употреблять это молоко до еды. Обязательно до еды за 40 минут. Начинаем капать в молоко по 10 капель. Первые 5 дней. Вторые 5 дней по 15 капель. Третье 5 дней по 20 капель. И так полностью 21 день. Потом при необходимости необходимо сделать перерыв в 3 недели. И перейти на другие рецепты. К этому рецепту можно возвратиться через полтора месяца. Вот и все. Будьте здоровы! КОНЕЦ Лицо